Доброго всем понедельника! Не пугайтесь, модная рубрика не захватила инфакт. Просто я, Максим Мелязев, буду периодически разбавлять монологи Глеба и Дениса в нашем утреннем вестнике. А какие-никакие новости за прошедшие выходные накопились. Так что не забудьте заварить пельмени и бросить кофе в кастрюльку. Мы начинаем! Компания CD Projekt Red в очередной раз похвасталась финансовыми успехами. Ведьмак 3 и вылезший из него подобно ксеноморфу Гвинт принесли издателю за 9 отчетных месяцев 71,5 миллион евро, из которых 15,5 миллионов прибыли. Подстегнули доходы выход Дикой Охоты на Switch и периодический выпуск дополнений для новиградского Блэк Джека. Правда, последний аддон Железной Воли в отчетный период не попал. На что ушли 56 миллионов расходов, гадать не приходится. Как объявил Адам Качинский, Cyberpunk 2077 сейчас проходит активное тестирование, а профессиональные толмачи переводят игру на языки всех стран с платежеспособным населением. Напоминаю, что релиз игры намечен на 16 апреля грядущего года. Осталось 143 дня. Заработать на Ведьмаке пару грузовиков денег стремится и Netflix. Первый сезон одноименного сериала выйдет целиком уже 20 декабря, а недавно были опубликованы названия эпизодов. Авторы экранизации — книги, а не игры, если что — намекают, что события сериала будут скакать по временной шкале, подобно пульсу фанатов при просмотре тизера. События прошлого, настоящего и будущего обещают переплестись так, что он не разберется и Эмит фон Браун. Ну и новая хронология, судя по всему, будет отчасти противоречить книжной. Уровень пожара опасности — четвертый. Предрекаю возгорание. В начале 2020-го из-за бета-теста выйдет State of Decay 2. Ее эксклюзивность для Xbox One и Windows Store подойдет к концу, и игра, наконец, появится в Steam. Когда — неизвестно. Почем — неизвестно. С какими плюшками — тоже непонятно. Но хотя бы русские субтитры подтверждены. А от услуг сервиса Xbox Live все равно не отвертеться. Регистрация в нем для запуска игры — обязательно. Далее у нас идет сочный скандал. Есть такая MMORPG — Justice Online. А в Justice Online есть... Были. Два друга из Поднебесной. Первый друг, так получилось, играл персонажем второго. А потом ему же персонажа собрался продать. За 388 тысяч юаней. То есть за 55138 долларов. Но он то ли опечатался, то ли не доглядел, и персонажа выкупил посторонний игрок. За каких-то 3888 юаней. 552 бакса. Примечательно, что сам пострадавший оценил свои расходы на персонажа почти в полтора миллиона долларов. И подал на, теперь уже вероятно, бывшего друга в суд. Который сделку отменил. А владельца аккаунта обязал выплатить скоростному покупателю 12 789 долларов. Не знаю даже, что в этой истории удивительнее. Складывающаяся на наших глазах судебная практика по спорам о сетевых развлечениях. Или то, что продавать персонажей в Китае выгоднее, чем таксистов грабить. А теперь ежедневная порция слухов. Сэм Лейк, креативный директор Remedy, сообщил читателям в Твиттере о работе над новой историей. Поклонники Алан Уэйк, годами ждущие вторую часть, затаили дыхание. Кажется, звезды наконец сошлись с самым удачным для них образом. Судите сами, по игре готовится выпустить сериал. Лейк говорил ранее, что хотел бы заняться сиквелом. Мрачно-мистический контрол вроде бы намекает, что действие игр происходит в одной вселенной. И ожидает выхода дополнения, уж не самому ли Уэйку посвященного. Самое время оживить подзабытого писателя. Впрочем, официально пока ничего не подтверждено. Пруфов не будет. После череды провалов, Electronic Arts, кажется, выпустила наконец хорошую игру по вселенной Звездных Войн. Fallen Order едва успела выйти, как ей уже пророчат продолжение. Об этом рассказал редактор Катаку Джейсон Шрейер. Но информация пока ненадежная. Сами знаете. Таинственные источники, явки, пароли, курки, млеко, яйки. Тем не менее, звучит слух правдоподобно. Когда эта Electronic Arts успешную игру не продолжала? Так что реальность сиквела Fallen Order наверняка зависит от того, как будут продаваться копии игры ближайшие несколько месяцев. Пока вроде все идет хорошо, но кто знает. Ждем финансового отчета от издателя. Вот такими оказались последние ноябрьские выходные 2019 года. На нашем сайте за это время успел выйти спидран Need for Speed Most Wanted, собравший за сутки какое-то совершенно неприличное число просмотров. Поспешите зайти, поезд хайпа покидает станцию. Новый рефант расскажет вам, какие малозаметные игры вы пропустили напрасно. Или не напрасно. Игры там разные. Ну и конечно не забудьте про разбор модов для третьего Ведьмака от вашего покорного. Сериал близится и сейчас самое время освежить впечатления от игры. 22 отличных повода прилагаются. Хорошей вам недели и до встречи на StopGame.ru